Здравствуйте, уважаемые друзья! Я, доктор Джордж Горбатов, продолжаю чтение отрывков из книги профессора физиологии Нансийского университета Бонни. В данном аудио-видео отрезке я зачитаю, скажем так, замечание или ссылку, или прибавление переводчика этой работы с французского на русский Петра Макеевского. Значит, о чём будет идти речь? Речь будет идти о мысленном внушении. Там упоминалось уже о работах Бергсонов, так вот, Макеевский и осветит, в чём заключались исследования Бергсона. И затем, значит, дополнит своими соображениями касательно или относительно умственного внушения, то есть внушения без произносения слов, то есть мысленного внушения, так назовём, телепатия. Это, в общем-то, можно объединить словом телепатия. Но прежде чем я начну чтение этой главы из книги профессора Бони «Гипнотизм», изданной вторым изданием на русском языке в 1889 году, я хочу вам сказать, что сегодня у нас 3 августа 2022 года, местное время 19.36, киевское и московское 20.36 минут, среда. И хочу сделать такое коротенькое просто сообщение, что моя супруга Наташа вчера была выписана из отделения. Уже сегодня почти что сутки, как она находится дома. К сожалению, у нас сегодня жара опять, такая экстремальная, ну, для нашего климата это экстремальная жара, было 33-34 градуса, в общем, такая жара до 35 на Солнце продержится ещё несколько дней. Как мы их переживём, не знаю. Дело в том, что мы живём на последнем этаже, вот, под самым дахом, дах, дах, это украинское слово есть такое, дах, крыша, да, ну, это немецкое слово, дах, по самым дахам. Значит, естественно, летом жара, а зимой холодно, вот, поэтому, естественно, Наташа сегодня только первую половину была более-менее активно, находила здесь, вот, более-менее так активно ходила в туалет, смотрела телевизор, вот, а вторую половину она лежит. Лежит, почему? Потому что там в комнате у нас сейчас 28,4 градуса, здесь уже почти что 30, 29, правда, я не смотрел. Так вот, была выписана. Выписана. С моей точки зрения, в общем-то, физическое состояние, физическое состояние было лучше, чем вот в мае, 19 мая после операции, после перелома, по поводу перелома, скажем так, этой лучевой кости, да, операции, там, пластины вставлены, тогда она была гораздо хуже, то есть находилась в таком полуделириозном состоянии. Сейчас, скажем так, сознание ясное, попу не сглазить, хотя память не очень хорошая. Почему? Потому что я уже выделяю, сам выдаю медикаменты, и вот я, значит, положил ей таблеточки в 5 часов, должна была принять в 17 часов, там, от давления, бисопролол, это, скажем так, бета-блокатор такой, селективный, кардиоселективный бета-блокатор. Спрашиваю, Наташа, ты приняла? Говорит, приняла. Сейчас я смотрю, не приняла. Естественно, от давления я решил не рисковать, жара. Вот, а бисопролол я дал, почему? Потому что сердечный ритм расстроен, вот. Значит, память, память всё-таки страдает, вот. Но, по крайней мере, если сравнивать с информацией, которую я получал через телефон, вот, спросил, что ты кушала, что на завтрак, путала. И сложно было сформулировать мысли. Сейчас, в принципе, вот, я не замечаю этого. Она, конечно, лежит, жарко, вот, вяленькая, вот. Но, по крайней мере, скажем так, этой олигофазии, то есть бедности, бедности или сложности в подборе слов я не наблюдаю. Звонил Глеб, младший сын, она с ним поговорила немножко, вот, и так далее, и так далее, и тому подобное. Значит, о чём я хочу вот что сказать? Что, на что я обратил внимание? Значит, первое, что со слов Наташи, правда, историю болезни я ещё не читал, вот она на, скажем так, как на этой обсервации находится, на батарее. Несмотря на то, что мы привиты и перенесли, всё-таки я продолжаю срого придерживаться всех правил. Вот, и маска, если открываю дверь, вот, и перчатки, и так далее, и так далее. Вот, стараюсь всё-таки с вещами, которые приходят извне, всё-таки вначале в перчатках работать, а потом, если это не к спеху, я кладу на обсервации, ну, минимум на 7-10 дней, вот, оно должно всё-таки как-то там деактивироваться, если имеется на поверхности вирус. На что я обратил внимание? Первое. Если судить, значит, по заявлению Наташеньки, катаральных явлений у неё не было, и температуры не было, но я ещё не читал выписку, прочту, скажу вам более точно. Значит, ни катаральных, ни кашля, ни насморка, ни температуры, ни ламоты была только во вторник, в день госпитализации, испутанность сознания, то есть интоксикация. Это типично для Наташи, и на фоне гриппа, вот, значит, то же самое происходило, но в данный момент, вот, во вторник, это было, конечно, тяжелейшее состояние, дезориентация полнейшая, непонимание, что делает, вот, скажем так, ну, такое полуаментивное состояние. Вот, это первое. Второе. Что я обратил внимание? У Наташи никогда не были, значит, отёкшие ноги, вот, до госпитализации стопы были худые, там, значит, сухожилия просматривались, косточки и так далее. Сейчас я обратил внимание уже вчера, что ноги пастозные, скажем так, голени и особенно стопы, причём пальцы, пальцы на стопах, вот, они, скажем так, вот, ну, видите, немецкое слово, фершболен, скажем так, отёчные, да, вот, как маленькие сарделички, вот. И что интересно, что вот на правой стопе, значит, ногти, ногти с кровоизлияниями, с кровоизлияниями, значит, я вспомнил, что я читал, что на фоне ковида, особенно на фоне омикрона, вот, особенно у молодых пациентов, то есть пациентов молодого возраста и у которых вот это омикроновское субтип, значит, ковида протекал без катаральных, то есть, по сути дела, асимптоматично, у них часто наблюдался так называемый, как немцы говорят, значит, ковицея. Дело в том, что в Германии, Германии немецкий язык, он настолько точный, он намного точнее русского языка, в каком плане? Ну, скажем так, для нас пальцы, пальцы на руке и пальцы на ноге, пальцы, мы только что дополняем, значит, пальцы рук, пальцы ног. У немцев пальцы рук – это финга, гипфинга, а пальцы ног – это децен, вот, понимаете, специальное название. Так вот, на немецком языке этот синдром называется ковицея, синдром, ну, скажем так, можно, понятно, что перевести на русский, скажем, ковид-стопа, стопа, ковидная стопа, вот. Вот это я заметил. Я предполагаю, конечно, что не может же быть вот такая сердечная недостаточность, а дышки нет, ничего этого нет, а именно пастозные голени и особенно стопы. Причем имеется вот такое нарушение, ферфербунг, как говорится, изменение окраски кожи, и вот особенно на правых ногтях, вот, имеются вот такие вот, значит, во-первых, значит, эти цейн, пальцы, они отечные, как маленькие такого типа сосисок, не, не сосисок, а сарделек, сосиска тонкая, сарделька такая толстая, вот, и там имеется на большом пальце, на мизинце и на четвертом пальце имеются вот такие кровоизлияния, то есть, я предполагаю, что это как раз этот синдром и есть. Значит, почему? Да потому что в описаниях, в описаниях описывается, во-первых, у молодого возраста, ну, тут не совпадение, хотя они пишут в любом возрасте, но чаще всего у лиц молодого возраста, и самое главное, при асимптоматичном течении ковида, то есть, когда нет выраженных, типичных для ковида симптомов, вот, значит, возникает этот синдром, вот я предполагаю, что этот синдром возник и у Наташи, не знаю, не знаю, посмотрю, посмотрим, если это синдром, как долго он будет держаться, значит, когда он возник, естественно, я еще истории не читал, обратили ли внимание врачи на это или нет, не знаю, навряд ли, вот, со слов Наташи, и обходы были, в общем-то, очень редкие, хотя терапия проводилась, терапия, обследование, это все было интенсивно, вот, ну, в общем, вот такое вот краткое сообщение, что касается меня, не хочу ничего комментировать, сами смотрите, да, вы меня знаете, в разных периодах, в разных периодах, и когда Наташа падала, и когда Наташа болела, и после болезни, и когда я был не совсем здоров, вот, как будто бы какая-то простуда была, вот, там где-то в январе, вот, и во время ковида, и после ковида, вот, поэтому вы меня хорошо знаете, мое обычное нормальное состояние, поэтому решать вам, в каком состоянии, в каком, скажем, состоянии я сейчас нахожусь. На этом я завершаю такую предварительную часть, вот, и приступаю уже к чтению, вот, прибавление переводчика, то есть Петра Макеевского. Статья Бергсона, на которую ссылается автор, автор – это сам профессор Бонни, настолько интересна и поучительна, что прежде, чем выполнить обещание, данное мною выше, и сообщить читателю, и сообщить читателю, хотел проверить, выключил или не выключил, я вам хочу признаться, что я уже зачитывал, вот, буквально час назад эту статью, и там у меня какие-то произошли проблемы, удалил, вот, был очень опечален, почему, потому что с чувством, с толком читал, с удовольствием, вот, и пустая работа была, вот, поэтому я сейчас проверил, включил ли я свою эту вот студию, да, включил, всё, так, хорошо, продолжаю чтение. Статья Бергсона, на которую ссылается автор, то есть профессор Бонни, настолько интересна и поучительна, что прежде, чем выполнить обещание, данное мною выше, это пишет Макиевский Пётр, переводчик этой книги с французского на русский язык, и сообщить читателю некоторые сведения о современном состоянии вопроса об умственном внушении, ну, скажем, телепатическом внушении. Я, возможно, кратко расскажу содержание этой статьи Бергсона. Бергсон узнал, что один житель Клермона, производя опыты гипнотизации над группой молодых людей, достиг замечательных результатов относительно умственного внушения. Так, становясь перед загипнотизованным, он раскрывал книгу, держа её таким образом, что загипнотизованный мог видеть только переплёт книги, текст же был перед глазами самого экспериментатора, и, однако, загипнотизованный отгадывал номера страницы, читал отдельные слова и даже целые строки. Бергсон вместе с Робине посетили этого господина, и хотя убедились, что опыты производились совершенно правильно, тем не менее, пожелали сами повторить их. Для этого они пригласили к себе четырёх из числа тех молодых людей, над которыми производились опыты. Свои опыты Бергсон и Робине производились следующим образом. Экспериментатор становился около окна, почти совсем повернувшись спиной к свету. Усыплённый субъект помещался перед экспериментатором. Последний раскрывал какую-нибудь книгу и держал её почти вертикально, ну, скажем так, вот, раскрывал и таким образом её держал, да, вертикально, вот так. То есть, чтобы не было никакой возможности, скажем, испытуемому видеть текст. Так. Значит, последний раскрывал какую-нибудь книгу и держал её почти вертикально, на расстоянии приблизительно 10 сантиметров от своих глаз, ну, вот так. Но несколько ниже их, чтобы можно было смотреть на усыплённого. Это важный ключевой момент. То есть, загипнотизированный мог видеть глаза экспериментатора, чтобы можно было смотреть на усыплённого. Затем он приказывает субъекту прочитать, положим, первую строку на правой странице. Если субъект сразу и ошибался, то он немедленно исправлял свою ошибку, как только книгу перемещали немного в ту или другую сторону, пока он не заявит, что может читать её явственно. Когда субъекта спрашивали, каким образом может он отгадывать напечатанное, он всегда отвечал, я его вижу. Где вы его видите? Там. И, проводя пальцем под книгой, он с замечательной точностью указывает отгаданное им место. Когда же Бергсон, удивлённый тем, что субъект мог прочитать слово сквозь толщину книги и переплёта, сказал ему, покажите мне, где переплёт книги. Вот он, отвечал субъект. И с этими словами он проводит рукой под книгой и останавливает её перед книгой, указывая таким образом недействительное положение переплёта, а симметрическое его положение по отношению к раскрытой странице, то есть то место, в котором переплёт книги находился бы, если бы, отгаданное им слово оставалось на своём месте, но книга была бы обращена корешком не к нему, а к экспериментатору. Этот случай дал ключ к объяснению явления. Уже и ранее экспериментаторы замечали, что при отгадывании цифр ошибки с субъектом относились главным образом не к самим цифрам, а к их порядку. Они читали, например, 213, как 312, или 75, как 57. Одним словом, дело происходило так, как будто усыплённые могли отлично читать, но только читали цифры, отражённые в зеркале, где они имели симметрическое положение. Всё это привело к предположению, что загипнотизованные читают отгадываемые ими цифры и буквы на роговой оболочке глаза гипнотизатора, что роговая оболочка играет в данном случае роль выпуклого зеркала. Конечно, это изображение в глазу весьма мало. В самом деле, величина отгадываемой цифры была равна 3 мм. Если мы предположим, что радиус кривизны роговой оболочки равен 7,8 мм, то изображение цифры в глазу будет несколько менее 0,1 мм. Несмотря на это, предположение, что загипнотизованный мог прочитать это изображение, не имело ничего невероятного, принимая во внимание необыкновенную остроту чувств, которая замечалась у загипнотизованных. Ввиду этого опыты были повторены при следующих условиях. Экспериментатор сначала тайком замечал номер страницы, затем, задавая вопрос субъекту, закрывал глаза. При подобных условиях оказалось, что как бы экспериментатор не сосредоточивал своего внимания на отгадываемой цифре, успех, даже частичный, был так редок, что его смело можно было приписать случаю. Таким образом, существование умственного внушения было в данном случае опровергнуто. Затем был предпринят третий ряд опытов, причем глаза экспериментатора были открыты, но освещение как раскрытой страницы, так и роговой оболочки менялось. Эти опыты показали, что отгадывание происходило лучше всего, первое, когда экспериментатор стоял отчасти спиной к свету, таким образом, чтобы книга освещалась, возможно, сильнее, но чтобы при этом и роговая оболочка не была в темноте. И второе, когда изображение приходилось на ту часть роговой оболочки, сзади которой лежит зрачок, ибо тогда изображение, имея за собой черный фон, получает наибольшую отчетливость. После всего этого, для доказательства, что чтение действительно происходит в роговой оболочке глаза, оставалось только показать, что цифры и буквы, имеющие менее 0,1 мм, или равные этой величине, могут быть прочитаны загипнотизованным. Экспериментаторы не имели в своем распоряжении столь мелких букв и цифр, поэтому они прибегли к опытам несколько иного рода. Они показали загипнотизованному микроскопическую фотографию членов одного ученого английского общества. Фотография эта составляет прямоугольник, длиннейшая сторона которого равна приблизительно 2 мм. на ней изображено 12 душ, сидящих и стоящих вокруг стола. Загипнотизованный мог описать их наружность и изобразить их позы. Ему было внушено, что фотография имеет величину листа бумаги, и он действительно видел ее большой. После этого ему дали в руки микроскопический препарат, в котором клеточки были окрашены анилином. Величина клеточек не превосходила 0,06 мм. Следовательно, их можно было видеть только при значительном увеличении. Загипнотизованному, конечно, не сказали, что у него перед глазами. Ему только внушили видеть препарат большим, рассмотреть его хорошенько и затем нарисовать его на бумаге. Загипнотизованный нарисовал препарат таким, каким можно его видеть в микроскоп. После этих опытов можно считать доказанным, что загипнотизованный отгадывал цифры и буквы не под влиянием умственного внушения, но потому, что читал их на роговой оболочке глаза экспериментатора. Этот случай весьма поучителен для людей, изучающий гипнотизм и особенно умственное внушение. В самом деле загипнотизованы и читали на роговой оболочке глаза экспериментатора и, однако, утверждали, что читают из книги. Их первоначальный гипнотизатор внушил им читать из книги, и они остались верны этому внушению. Новые экспериментаторы пытались различными способами поймать их, привести их к признанию, что они читают не по книге, а по роговой оболочке глаза, но они остались при своем утверждении. Первоначальное внушение продолжало влиять. Испытуемые могут употреблять всевозможные приемы, чтобы прочитать напечатанное в книге, но будут вполне добросовестно утверждать, что они читают непосредственно в самой книге. Следовательно, мы имеем здесь случай бессознательного притворства. Вот еще любопытный опыт, обнаруживающий тоже бессознательное притворство. Бергсон стоит и, усыпившись субъекта, сажает его перед собой. После этого Бергсон убеждает усыпленного, что последний стоит на его месте и составляет с ним одну личность. Поэтому лишь только экспериментатор испытывает какое-либо ощущение, и он, усыпленный, должен испытать то же и указать место возникновения ощущения. После этого один из присутствующих помещается сзади Бергсона и колет его булавкой в шею, голову, ноги и особенно в левую руку, которую Бергсон держит за спиной. Из двенадцати раз усыпленный ошибся только дважды, и то слегка. Когда укол бывал направлен на пальцы рук, усыпленный с замечательной точностью отгадывал, в какой палец и даже в какой сустав пальца был сделан укол. Нет сомнения, что он испытывал настоящие боли, ибо в одном случае боль была так сильна, что он проснулся. Затем опыты были видоизменены таким образом, что человек, стоявший позади Бергсона, делал вид, будто он его колет, но на самом деле не прикасался к нему. Усыпленный не всегда попадался в эту ловушку, но, однако, часто объявлял, что испытывает боль, когда укол в самом деле не был сделан. Наконец были предприняты новые опыты, усыпленный был помещен перед открытой дверью, сзади которой стоял Бергсон. Оба они были в одной и той же комнате, видели друг друга, и Бергсон держал усыпленного за руку. Но дверь служила как бы ширмой и совершенно скрывала человека, поместившегося позади Бергсона, и усыпленный не мог видеть движений этого человека. При подобных условиях ни один опыт не удался. Очевидно, что при первых опытах усыпленный видел движения колющего. Конечно, он не мог видеть ни движений кисти и руки, ни движений предплечья. Он мог только видеть локоть, верхнюю часть руки и тело человека, коловшего Бергсона. По этим данным, усыпленный восстановлял направление руки колющего и с замечательной проницательностью угадывал место укола. Наконец, два слова о последнем опыте, произведенном Бергсоном. Один из присутствующих писал карандашом слово, о котором Бергсон должен был думать. При таких условиях усыпленный отгадывал это слово. Но когда слово, которое нужно было отгадать, не описалось, а указывалось в книге, то усыпленный не мог его отгадать. Отсюда Бергсон заключает, что усыпленный отгадывал слово по движению карандаша. Эти опыты Бергсона могут послужить отличным видением в изучении вопроса об умственном внушении. В самом деле, они показывают, с какой осторожностью нужно относиться к фактам, в кавычки взято слово фактам, умственного внушения. Они показывают также, что только опыт. И опыт, произведенный при самых разнообразных условиях, может иметь значение при решении этого вопроса. Не только простое наблюдение не имеет почти никакого значения, но даже опыт, хотя бы и повторенный несколько раз, но повторенный при однообразных условиях, не имеет большой доказательной силы. Этот простой вывод может послужить основой для критики некоторых попыток доказать существование умственного воздействия. Так, например, три члена английского общества психического исследования Гарней, Мэрс и Подморы издали огромнейшее сочинение «Фантазм о ве лавинг», в котором собрано множество случаев умственного воздействия одного человека на другого, но если мы даже примем, что действительно всех рассказанных здесь случаев стоит вне сомнения, а в сущности мы не имеем для этого достаточного основания, то и тогда все-таки сочинение это останется более любопытным, чем поучительным. Мы не знаем условий, при которых произошли все эти явления, и поэтому не можем судить о них. В самом деле, когда авторы рассказывают нам, например, как спящий человек видит во сне, что с другим человеком случилось какое-то несчастье, и как действительно оказывается, что человек этот умер в ту же ночь, то мы решительно бессильны дать объяснение подобному явлению, дать объяснение в кавычках. Но, кто знает, не объяснилось ли бы это явление весьма просто, если бы мы знали все условия, при которых оно произошло, вопросительный знак, наконец, даже утверждение, что все это случайные совпадения, обстоятельств отнюдь не являются чем-либо нелепым, как невелико число примеров, приводимых авторами, но число всевозможных сновидений, предчувствий и тому подобного бесконечно больше, так что, если бы только одна тысячная доля этих знаменательных явлений, взято в кавычки знаменательных явлений, оправдалась, благодаря простому совпадению обстоятельств, то и тогда мы могли бы иметь гораздо большее число достоверных случаев в кавычке, чем их приведено авторами фантазмс оф зе лайвин. Подобных вопросов всегда следует помнить мудрый ответ одного древнего скептика, «Чтобы убедить его в могуществе обещания жертвы богам, его привели в храм и показали изображение людей, которые во время корабля крушения дали обет принести жертву богам и спаслись. А где изображение тех, которые дали такой же обет богам и все-таки погибли?» – ответил скептик. Интересно. Несколько большее значение имеет сочинение Охаровича, это французский автор, «De la sugestion mentale» «Психическое внушение». К сожалению, это сочинение настолько обширно и содержание его так разнообразно, что нет возможности дать о нем понятие в простом прибавлении, поэтому я перейду прямо к статье Шарля «Рише ла суgestion mentale et le calcul des probabilités», размещенное в ревью философии 1884 год, номер 12. Автор старается определить вероятность следующего. Мысль индивида передается без помощи внешних знаков уму другого индивида, помещенного близ него. Второе. Эта умственная передача мысли имеет неодинаковую силу у различных индивидов. Есть люди весьма восприимчивые и люди маловосприимчивые, но, быть может, никто не лишен совершенно этой способности. Способность восприятия и передачи подвержена сильным колебаниям у одних и тех же людей. Третье. Эта умственная передача, вообще говоря, бессознательна. Эти положения Рыше пытается доказать опытами трех родов. Скажем сначала два слова о теории вероятностей. Вероятность события, есть отношения, часа случаев, благоприятных ожидаемому событию, к числу всех возможных случаев. Это из книги Ермакова «Теория вероятностей», страница 66. Но речь идет не о Ермакове, создателе психоаналитической библиотечки, под его редакции, то есть профессора, психиатра, который в период с 21 по 25 год создал и печатал произведения Фройда и его учеников в своей психологической и психоаналитической библиотечке, носящей имя, поскольку профессор Ермаков редактировал эту библиотеку. Здесь, видимо, идет речь об однофамильце. Так, например, в колоде 52 карты по 13 карт каждой массе. Поэтому вероятность, что карта, вынутая мной из колоды наугад, будет, положим, черви, равняется 13 52 или 1 четверти. В колоде также 4 туза, 4 короля. Поэтому вероятность, что карта, вынутая мною из колоды наугад, будет, положим, туз равняется 4 52 или 1 13. Поэтому если мы положим 400 раз будем тянуть карты из колоды, то вероятное число случаев, когда мы отгадаем масть, равняется 400, то есть 1 четвертая равняется 100. Перейдем теперь к опытам Рише. Первое. Опыты с картами. Опыты производились таким образом, что один человек вытягивал карту из колоды, смотрел на нее, сосредоточивая на ней все свое внимание. А в это время другой должен был отгадать масть карты, Рише нашел, что число отгадываний при подобных условиях несколько превышает, более или менее это зависит от восприимчивости субъекта, то число, которое следует по теории, то число, которое следует по теории вероятности. Итак, из 1833 опытов удачных отгадываний было 510, тогда как по теории вероятности их должно было быть 1 четвертая, то есть 458. Второе. Опыты с прутом. Опыты с картами в сущности не привели почти никакому результату. Перевес числа отгадываний при содействии умственного внушения на числом отгадываний, которые по теории вероятности должны были произойти случайно так незначительны. 510 минус 458 равняется 52, что строить на нем какие-нибудь выводы было бы рискованно. Однако мы можем предположить, что умственное внушение существует, но влияние его обнаруживается не в области сознательного отправления мозга, а в бессознательной области. В таком случае субъект не только не будет в состоянии отдать себе отчет относительно полученного внушения, но даже все его сознательные и произвольные действия будут находиться вне сферы влияния внушения. За это, зато это внушение будет иметь влияние на небольшие бессознательные движения, как, например, некоторые мускульные движения, которые можно открыть только при помощи искусственных приемов. Таким приемом может считаться употребление тонкого, длинного и гибкого прута, который держат перед собой руками за оба его конца, при этом малейшее сближение рук обнаружится сгибанием прута. Известно, что этому приему придавали прежде мистическое значение, его потребляли для открытия подземных вод, золота и тому подобного, причем полагали, что прут сгибается сам собой, указывая этим на место нахождение воды, золота и того подобное. Но более полвека тому назад этим вопросом обстоятельно занялся Шеврель, который доказал, что сгибание прута происходит вследствие незаметных и бессознательных мускульных сокращений. Эти сокращения можно назвать в известном смысле произвольными, потому что если человек, держащий прут, захочет, их не будет. Но с другой точки зрения их следует считать непроизвольными и бессознательными, ибо они совершаются без всякого участия сознания и воли индивида. Для этого ему следует просто держать прут, не делая никаких усилий, сгибать его, но и не сопротивляясь этому сгибанию. При помощи подобного прута Рише со своими друзьями отыскивали спрятанные вещи. Чтобы дать понятие об этих опытах, расскажу об одном из них. В одном саду близ Парижа растет 13 аплесинных деревьев, посаженных в катках. Деревья эти расположены так, что в первом ряду их 6 штук, а во втором 7. Рише и один из его друзей спрятали часы под катку одного из деревьев первого ряда, а другой приятель Рише должен был отыскать спрятанную вещь, зная только то, что она спрятана под одним из деревьев первого ряда. Держа прут в руках, отыскивающий, проходил перед рядом деревьев, а сопровождавшие его Рише и его друг старались умственными внушениям сообщить ему о местонахождении часов. Опыт быстро удался, то есть, когда отыскивающий подошел к тому дереву, под которым были спрятаны часы, прут согнулся. Опыт был повторен и опять так же удачно. Третий опыт, произведенный уже над всеми тринадцатью деревьями не удался. Вероятность случайного отгадывания в первых двух случаях была равна одной шестой, в каждом случае, а в третьем опыте она равнялась одной тринадцатой. Общий результат с прутом таков. Всех опытов было произведено девянаста восемь. Вероятное число случайных отгадываний было восемнадцать, действительное число отгадываний оказалось сорок четыре. Как читатель видит, эти опыты с прутом привели к гораздо более удовлетворительным результатам, чем опыты с картами. В самом деле, предполагаемое влияние умственного внушения при опытах с картами обнаружилось только незначительным повышением числа угадываний. Вместо вероятных четырехсот пятидесяти восьми случаев получилось пятьсот десять. При опыте же с прутом это повышение весьма заметно. Вместо вероятных восемнадцати случаев получилось сорок четыре. Третий. Опыты с вращающимися столиками. Опыты, которые Рише для краткости называет спиритическими. Прежде всего, Рише заявляет, что он не только не верит в существование духов, но отвергает даже предположение, будто столики движутся под влиянием какой-нибудь особенной силы. он принимает объяснение Шевариоля, что столики движутся вследствие бессознательных мускульных сокращений у людей, которые держат на них свои руки. Таким образом, столик оказывается таким же орудием для обнаружения бессознательных мускульных движений, как и прут. Опыты были произведены, Рише при содействии пяти других лиц. Они производились следующим образом. За небольшим круглым столом сидели три человека, положившие руки на стол, как это делается при опытах стола верчения. Сзади их помещался другой столик, таким образом, что они не могли видеть ни столик, не лиц, сидящих у этого столика. На этом втором столике лежал сзади экрана французский алфавит. За этим столиком сидел четвертый экспериментатор, водивший по алфавиту палочкой, указывая последовательно на каждую букву. Первый столик, за которым сидели три медиума, в кавычке взяты медиума, был соединен с электрическим звонком, таким образом, что всякое движение столика сопровождалось звоном электрического звонка. Около четвертого экспериментатора сидел пятер, роль которого заключалась в том, что он записывал, на какую букву указывала палочка четвертого экспериментатора в тот момент, когда раздавался звонок. Наконец, шестой экспериментатор, думающий о каком-нибудь слове, сидит в стороне от обоих столиков. Таким образом, опыты были произведены при следующих условиях. Первое. Человек, думающий о каком-нибудь слове, не сидит ни у движущегося столика, ни у алфавита. Второе. Люди, сидящие как у алфавита, так и у движущегося столика, не знают, какое слово задумано. Третье. Те бессознательные движения, которых заставляет столик двигаться, не знают ни того, какую букву должны не указать, ни того, какую букву они на самом деле указали. Вот удачнейший из опытов произведены при подобной обстановке. Задумано было слово «щеваллон», продиктовано было слово «щеваль». Этот опыт замечательный еще и тем, что не только никто не знал, какое слово задумано, но никто не знал даже о существовании такого имени. Приведу еще один опыт. Задумано было имя Генриете. Первый ответ Гигигмузды. Второй ответ Хиноцбу. Третий ответ Хелле. Четвертый ответ Хериев. Общий результат всех спиритических опытов таков. Число произведенных опытов было 124, вероятное число случайных угадываний было 3, действительное число угадываний было 17. Таким образом, спиритические опыты показали еще более удачными, оказались еще более удачными, чем даже опыты с прутом. Все эти разнообразные опыты позволяют, по мнению Рище, сделать такой вывод. Вероятность в пользу действительности умственного внушения может быть выражена двумя третями, а следовательная вероятность в пользу того, что умственное внушение не существует равно только одной трети. То есть существование умственного внушения вдвое вероятнее его несуществования. Воводы, которым пришел Рище, поистине могут быть названы замечательны. В самом же деле доказать, что вероятность существования умственного внушения вдвое более вероятности его несуществования, значит, дать учению об умственном внушении довольно солидное математическое основание. К сожалению, выводы Рище, как нам кажется, далеко не безупречны с математической точки зрения. На это указал уже отчасти Лехаляс в Ревью Философике за 1885 год, номер первый. Но нам кажется, что против опыта Рище можно сделать и другие возражения, кроме тех, которые даны Лехалясом. Но дать здесь подобную картину опыта Рище невозможно. Замечу только в заключении, что об опыта Рище подробно говорит про Риер в своем сочинении «Ди Эрклерун Дээс Гэданки Слезен» «Объяснение чтения мыслей Сматлик главу из этой книги «Эба Эксперименты Вэльхи Айны Умм Миттель Барри Гэданкин Юбитрагон Бэвайзен Золин». Перевод этой главы о эксперименте, который непосредственная передача мысли может доказать. Критикуя Рище Проэр указывает, например, на случай, когда в обыкновенной лотереи случайное уклонение от вероятного числа выигрышей было значительнее, чем в опытах Рище. Разбирая самые замечательные спиритические опыты, Рище Проэр показал, что простой случай может дать большее совпадение, чем получил Рище при помощи умственного внушения. Так, Рище получил всего 13 совпадений, а Проэр получил 20. Вообще, Проэр полагает, что только при значительном предубеждении можно думать, будто опыты Рище доказали вероятность существования умственного внушения. Мы находим любопытное место в сочинении Гессмана «Магнетизмус und гипнотизмус», то есть магнетизм и гипнотизм. Автор приводит таблицу чертежей, выполненных под влиянием умственного внушения. Чертежи и эти суть то простые фигуры крест, ромб, пятиугольник, то фигуры более сложные, профиль лица, лошадь. Но у автора помещены рядом изображения фигур задуманных и фигур воспроизведенных, посредством отгадывая мысль. Все фигуры воспроизведены очень удачно. Скажу в заключение несколько слов об опытах усыпления на расстоянии, то есть об опытах усыпления при содействии умственного внушения. Эти опыты довольно многочисленны, ими занимались многие ученые. Чтобы дать о них понятие, расскажу об одном подобном опыте, сделанном реше, смотри, ревью де эль гипнотизме, то есть ревью гипнотизма. Второе анне, номер восьмой, страница 229-223. 229-232. Решей усыплял госпожу Б ежедневно. На этот раз, придя в дом, где она жила, позднее обыкновенного, и торопясь уйти, Решей сказал ей, что он не будет ее усыплять. Узнавши об этом, Б ушла в следующую комнату, а Решей остался еще некоторое время с хозяйкой квартиры госпожой Икс, когда Решей уже прощался, с госпожой Икс, собираясь уходить, ему вдруг пришла мысль усыпить госпожу Б на расстоянии, Решей подчеркивает то обстоятельство, что эта мысль пришла ему уже после ухода госпожи Б, что он совершенно искренне говорил ей, что не будет ее усыплять, так что в уме госпожи Б не могло зародиться никакого подозрения, Решей сделал вид, что уходит, попрощался и громко хлопнул выходной дверью, затем тихонько возвратился назад, Решей просил госпожу Икс не только не говорить никому, а в доме, кроме госпожи Икс, и госпожи Б была еще кухарка С, о его присутствии, но даже не видится ни с кем. В 6 часов 20 минут Решей начинает усыплять госпожу Б на расстоянии. Госпожа Б находилась в это время в кухне, отделенной от комнаты, в которой был Решей, передней и столовой. В 6 часов 25 минут госпожа Б вышла из кухни и поднялась наверх в свою комнату, но в 6 часов 38 минут она вновь возвратилась в кухню между 6 часами 42 минутами и 6 часами 56 минутами. Решей делает новые попытки усыпить ее на расстоянии. В 6 часов в 45 минут госпожа Б, беседая с кухаркой, сказала, что ей очень хочется спать и что она вся дрожит. Чтобы прогнать сон, она мочит руки в холодной воде, но это ей не помогает и в 6 часов 52 минуты госпожа Икс, зайдя впервые после начала опыта в кухню, находит госпожу Б спящей. В 6 часов 55 минут туда приходит саморище и видит, что госпожа Б находится в состоянии сомнамбулизма. Госпожа Б говорит ему, «Зачем вы не подождали меня еще немного? Я сейчас пришла бы в залу, ибо вы меня звали». На этот опыт по мнению Рышея можно сделать только два возражения. Во-первых, Рышея имел обыкновение усыплять госпожу Б ежедневно между четырьмя и шестью тридцатью часами, и это был единственный день, когда он ее не усыплял. не уснула ли госпожа Б самопроизвольно? Но она уснула около шести часов пятидесяти минут, то есть тогда, когда Рышея обыкновенно уже пробуждал ее. Во-вторых, если бесспорно то, что госпожа Б как сознательная личность не подозревала о присутствии Рышея, то зато можно ли утверждать, что она не отгадала этого бессознательно каким-либо неведанным образом. Рышея признает, что не может доказать, что этого не случилось. Мы не можем уделить более места вопросу об умственном вношении, хотя мы далеко не исчерпали вопроса, хотя мы даже не коснулись многих весьма важных его пунктов, тем не менее наше прибавление и без того вышло слишком обширным. Нам остается только сказать два слова в заключение. К какому выводу мы пришли? Доказано или не доказано существование умственного внушения? Доказано ли, по крайней мере, его вероятность? Мы думаем, что самый благоразумный ответ будет таков, хотя не только существование умственного внушения не доказано, но даже попытка доказать вероятность его существования не может считаться вполне удачной. Тем не менее, ученые, признающие вероятность его существования, собрали такую массу фактов, их методы исследования так научны, что мы не имеем права относиться совершенно отрицательно к этому вопросу. Мы должны признать, что вопрос этот заслуживает тщательнейшего изучения Пётр Макеевский. Ну, вот так, уважаемые слушатели, на этом я завершаю чтение этого приложения переводчика этой книги, этой работы профессора Бонни с французского на русский язык, человека компетентного в вопросах гипнотизма, об этом нужно судить по его ссылкам, по его дополнениям, вот, и думаю, что эта глава, которую я зачитал, интересна. почему? Потому что и в настоящее время, и до сих пор этот вопрос полностью не решён, и всё время всплывают люди, которые утверждают, что они могут, что они хорошие индукторы, что они могут, скажем так, понимать или ощущать, воспринимать мысли умственные и так далее, и так далее, то есть, эта проблема не решена полностью, она всё время подогревается, она всё время всплывает на повестку дня, вот, она интересная, конечно, и всё-таки те авторы, и тот же Бергсон, и тот же Рише, да, вот, Шарль Рише, это известные, известные исследователи Рише, это ученик, сотрудник Шарко, это серьёзные люди, и в целом, в целом, они приводят всё-таки более-менее такие относительно убедительные данные в пользу существования умственного внушения, вот, поэтому слушайте и решайте сами, существует, не существует, я опять повторяю, что и в наше время, в 21-м столетии, всё время возникают такие вопросы, всё время всплывают на повестку дня, значит, о чём это говорит, конечно, это говорит о том, что вопрос очень интересен, и он будоражит умы людей, а с другой стороны, это свидетельство того, что окончательного решения этого вопроса не существует, потому что, если бы это было окончательно доказано, научно подтверждено, что нет, не может быть, не существует, то, в принципе, в принципе, и никаких попыток оживить этот вопрос, понимаете, в литературе, ну, в специальной литературе или в массах медиа, да, вот, не существовало, вот и всё. На этом я, доктор Джордж Горбатов, завершаю чтение этой интересной главы из книги профессора Бонни «Гипнотизм», изданной вторым тиражом в русском издании, в русском переводе в 1889 году в Санкт-Петербурге. Я, доктор Джордж Горбатов, благодарю всех вас за проявленный интерес, за проявляемое вами внимание к моим мчениям, прощаюсь с вами. До следующего раза. Спасибо и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok